Комплекс лечебной гимнастики при опущении внутренних органов 1. Исходное положение лежа на спине. Одна рука на груди, другая в животе. Брюшное дыхание. Число повторений 4-6 раз. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередное поднимание прямых ног. 4-6 раз с каждой ногой. 3. В исходном положении лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях. Поднять таз, опираясь на стопы, локти, затылок, образуя полумост. Упражнение повторить 4 раза. 4. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Сделать вдох, согнуть правую ногу в колени и притянуть к животу на выдохе. Тоже сделать левой ногой. Повторить 4 раза каждой ногой. В исходном положении лежа на правом боку, правая рука под головой, левая вдоль туловища. Одновременно отвести вверх левую руку и левую ногу. Тоже на левом боку. 4 раза повторить каждой ногой. 5. Упражнение. Упор, стоя на коленях. Не сдвигая рук и ног с места, сесть на пятки, опустить грудь, продвигаясь вперед, вернуться в исходное положение. Повторить 4-6 раз. 6. Исходное положение прежнее. Больной делает вдох, поднимает левую ногу и правую руку вверх, прогнувшись поясницей. Затем делает выдох. Тоже другой рукой и ногой. Повторить 4 раза. 7. В исходном положении лежа на спине, руки вдоль туловища. На выдох поднять обе ноги. Сделать это упражнение 4 раза. 8. В этом же положении провести упражнение, которое мы называем велосипед. Также сделав по 10-12 движений каждой ногой. 8. В этом же исходном положении лежа на спине, поднять и опустить руки 8 раз. И в этом же положении поднять на выдохе согнутые ноги на себя и вправо. Тоже с поворотом влево. Повторить 4 раза в каждую сторону. 9. Лежа на спине, на выдохе, притянуть руками к животу обе ноги. Повторить 4-6 раз. 10. Исходное положение лежа с опорой на локте. Развести ноги в стороны. Соединить. Повторить 10 раз. 10. В этом же положении больной осуществляет имитацию ходьбы. Повторить 10-15 шагов. 10. В этом же исходном положении вращение двумя ногами влево и вправо. По 4 круга в каждую сторону. 11. Исходное положение стоя. Ходьба на месте с высоким подниманием бедер. Одна минута. 12. Поднимание рук с одновременным отведением ноги назад. Четыре раза каждой ногой. 13. В исходном положении стоя. Взмахнуть руками в стороны с отведением ноги в стороны до горизонтального положения. 14. Исходное положение стоя. На больной держится за спинку стула. 15. Отвести руки вверх. Ногу назад. Затем опуская руку и делая взмах ногой, коснуться ею пальцев руки. 15. Исходное положение сидя на стуле. С опорой руками о стул. 16. Больной делает вдох. На выдохе, приподнимая тело, прогибается дугой. 16. Сидя на стуле, выполняет следующее упражнение. 17. Делает вдох. На выдохе переносит ногу через спинку стоящего впереди стула. 17. В том же исходном положении больной совершает вдох. На выдохе подтягивает согнутые ноги к животу. 18. Исходное положение в упоре стоя на коленях. 18. Согнуть руки. Коснуться грудью пола. Одновременно поднять ногу вверх. Выпрямить его. 19. Тоже сделать другой ногой. Повторить 4-8 раз. 19. В упоре лежа. Согнув руки, опуститься к полу грудью и поднять прямую ногу. 20. Тоже другой ногой. Это упражнение больше приемлемо для мужчин. 21. Повторить 8 раз. Продолжение следует...